В маленьком селе Сарыбулак в Алматинской области всего 14 домов. Большинство работоспособных жителей уехало на заработки в областной центр. Те, кто остался, выживают благодаря собственному скоту. Удивительный факт, в этом поселке буквально простаивает уникальная солнечная электростанция. 20 лет здесь не было электричества, и в 2012 году южнокорейские бизнесмены сделали Сарыбулакцам поистине царский подарок. Они выделили 600 тысяч долларов на строительство гелиостанции и обучили двух местных жителей о замтехобслуживании. Но так как им никто не платил заработную плату, вскоре станция осталась бесхозной. Это надо каждый месяц, сколько-то денег, это же большие деньги, в принципе, осадлежать. Как мы, это же государство должно же, в принципе, обслуживать, смотреть, или какой-то баланс. Кто-то же должен за это отвечать. Когда строили, о чем думали, кто думал, что думали, вот это непонятно. Для чего ее поставили, если не хотят обслуживать, а для чего ее поставили сюда. Без надлежащего присмотра солнечная электростанция ломается каждые 2-3 месяца. Дважды приезжали чинить ее специалисты из Южной Кореи. Но в прошлом году они сказали, что им необходимо платить дорогу, а это почти 6 тысяч долларов. Таких средств у сельчан нет. Сын Малисат Кунчиевой, Руслан, был первым оператором станции. Полтора года отработал на ней бесплатно. Потом ему пришлось переехать в райцентр, чтобы прокормить свою семью. Сгорели предохранители. Мы со всего поселка собрали. Отдала я сынам. Потом люди нам возвращали деньги. Сделали предохранитель, поставили, сгорел предохранитель. Потом приехали корейцы. Они опять ее сделали, уехали. Вот теперь месяца 3 прогорел свет, опять сгорел. Как вышло оттуда охлаждающий вентилятор. Ну купили два вентилятора, привезли, они не подходят. А корейцам позвонил сын, он сказал, их надо переделывать. Вместе с установкой солнечной электростанции жителям Сарабулака пробурили скважину на глубину 130 метров. Однако без постоянного источника энергии насосы не работают. И поселок остался без чистой питьевой воды. Сельчанам приходится пользоваться старым колодцем, вода в котором не соответствует даже самым минимальным санитарным нормам. Когда дома поставим, ее отсыживаем. И детям даем кипяченую воду, остудим. А так вот так ее пить, просто вот взять и пить ее невозможно. Потому что вся грязь в этом колодце. В администрации Кербулакского района поясняют, что поставить на баланс бесхозную станцию они не могут по вине подрядчика. Фирма, которая строила гелиостанцию, должна была подготовить и сдать документы. Но процесс затянулся. Нужны правоустановящие документы все, включая госакт, техпаспорт, все эти документы. Они были все у подрядчика, который строил эту станцию. Теперь они передали в финуправление, например, наше. А оттуда уже мы будем комиссионно принимать на баланс района. Эти слова жители поселка Сарабулак слышат уже три года. А уникальная солнечная станция продолжает ветшать и приходить в негодность. При этом, по мнению экспертов, если бы гелиостанция функционировала как положено, она могла бы стать достойным экспонатом на предстоящей в Казахстане экологической выставке Экспо-2017. Дмитрий Беляков, Алия Ахмедиева. Настоящее время.